Так, ну что, всем привет! Меня многие просили сделать разбор догикоина, стоит ли в него сейчас заходить, и стоит закупаться по нему и так далее. Вот, но на самом деле сразу скажу, что сайт, на котором можно быстро и надежно заработать очень хорошую прибыль, это bull.eth.io. В данном проекте работают одни из лучших криптотрейдеров со всего мира, что делают очень выгодные сделки и часть от этой прибыли отдают клиентам данного проекта. Команда проекта упростили весь процесс, и теперь для получения прибыли можно вложить любую сумму в эфире на любой срок и в любой момент вывести ее без обязательств и условий. Разберется даже ребенок. Я вложил в проект Тайфера, так как уверен в данном проекте. Это один из лучших проектов на рынке, где можно делать реальные деньги на честной и прозрачной бизнес-системе. Ссылка на проект в описании под роликом. Естественно, лучше в него сейчас не лезть и на данном этапе лучше не торопиться, потому что на данном этапе лучше, конечно же, не торопиться, но я заметил такой же забавный и интересный момент, точно так же, как и по матику. На данном этапе, как вы видите, здесь у нас образовалось тоже такое некое накопление на часовом таймфрейме, и видно, что крупный капитал постепенно скупает тоже другий коин и остальные монеты. Поэтому, если внимательно присмотреться, видно, что идет сбор позиций. Видите, вот у нас, он такой в канале, накопление здесь идет. И, соответственно, если отдалить на дневке, то все это прослеживается на данном этапе. Вот. Стоит ли сейчас заходить? Кстати, мы пришли практически к тем же уровням, что и до этого мы находились. То есть, если кто хотел там закупиться, либо я все-таки считаю, что вот это все был сбор позиций. Ну и, понятное дело, если бы рынок криптовалют и биток, в частности, не завалили, то движение дальнейшее продолжилось бы. Вот. Ну и в целом, кстати, на недельном таймфрейме здесь у нас оптимистичные новости. То есть, видите, мы упали, скорректировались и, соответственно, сейчас нас опять откупают, и мы можем пойти так же наверх. Так. Вот. Если посмотреть на месячном, давайте глянем. На месячном таймфрейме у нас отката никакого нет. Видно, что нас завалили вниз. Но в следующем месяце, если, допустим, мы открываемся где-то тоже здесь, либо выше даже, то, соответственно, можно ждать дальнейших отметок, там, 70 центов как минимум для начала и так далее. Вот. Но это в том случае, если рынок сильно вниз опять не польют. Но с текущих отметок, если заходить и дойдет опять же до тех отметок, можно будет 2х как минимум взять. Вот. Но в целом, когда мы сделаем перехай от 55 и там 70, и здесь в пиках было 73,5-74 цента, грубо говоря, то в целом можно будет тоже неплохо заработать, я думаю. Но, опять же таки, данная монетка сверхвысокоисковая, поэтому в нее заходить лучше в последнюю очередь. Если вы там считаете, что вы зайдете в один Doggy Coin и заработаете сверх иксы, сверх иксы можно было заработать вот здесь можно было зайти. То есть можно было в последнюю волну запрыгнуть, взять свои там 10 иксов, может быть больше, может быть меньше. Или хотя бы там те же 5 иксов можно было взять, 5, 6, 7 иксов. Вот. Можно было заработать. Или, по крайней мере, вот здесь вот заходить можно было и заработать тоже там порядка 3 иксов или 2,5. Вот. Поэтому, ну, кто захотел, я давал бесплатную рекомендацию неоднократно, там, 2 дня подряд топил за то, что, ребята, заходите, можно будет заработать. Многие, естественно, не послушали. Вот. Ну и в целом в закрытом клубе тоже рекомендации данные давались. И я еще давал рекомендацию, пока она здесь в накоплении стояла. Вот. Поэтому по поводу Doggy Coin. Если мы все же завалимся ниже 25 центов, конечно, тренд у нас глобально не сломается, но в целом у нас пойдет такая более глубокая коррекция на данном этапе. То есть, если мы скорректируемся вот куда-то сюда там или пойдем вообще к этим отметкам, то есть у нас будет такая уже мощная коррекция. Тренд у нас, конечно, не сломится, но локально, да, он будет сломлен, но глобально он остается восходящий, потому что, чтобы нам его сломать, нам надо упасть, ну, как минимум куда-то сюда, в район, там, 5 тысячных и так далее. Вот. Поэтому в целом на данном этапе я бы еще повыеменил бы, потому что мы на данном этапе валимся точно так же, как и по битку, да. Поэтому лучше сейчас не торопиться, посмотрим, как завтра биток открывается. Если где-то на том же уровне будет какая-то консолидация, хотя бы там пару дней, то в целом, я думаю, можно будет докупаться. Ну, то есть, если ситуация у нас образуется, вот как здесь у нас был отбой от уровня, сейчас покажу. Ну, давайте, ладно, без разницы, к BUSD покажу, ладно. Значит, вот, к, вот у нас к USDT, вот, подстаемся мы здесь там 4-5 дней, тоже вот здесь вот будет такая некая консолидация, мы здесь постоим, и потом дальше выход наверх. Вот, тогда окей, тогда можно будет зайти. Но на данном этапе, пока мы валимся, лучше не торопиться. Вот такие мои мысли по друге коину, если кто хотел вдруг услышать мое мнение. Точно так же я вот говорил по матику, был видос на канале, можете его глянуть. Стоит ли сейчас закупаться? Ну, я бы сейчас тоже не торопился, потому что с утра там и в обед мы консолидировались, хотя здесь тоже, видите, накопление в канале, но если нас провалять ниже там 1,5 долларов, то в целом у нас движение прорвется, и придется ждать, пока здесь опять какое-то накопление будет, либо здесь мы отстоимся, и потом только выход. Ну, то есть, либо вообще скорректировать там куда-то сюда, к вот этим уровням, куда-то сюда, либо сюда, и потом вот здесь его докупать, и, соответственно, потом ждать дальнейшего роста. Ну, в идеале, конечно, повременить, потому что рынок еще не восстановился, вот, как по доге коину, так и по остальным монетам. Но если вы закупаетесь долгую, то, в принципе, без разницы. Вот, опять же-таки, частично лучше докупаться, если кто хотел там по доге коину, либо по матику, но по доге это такая высокоисковая, чисто спекулятивная на новостях монета, поэтому оно двигается все равно, видите, вместе с рынком. Поэтому от биткоина и от остального рынка крипты она так же зависит. Вот, поэтому не переживайте по этому поводу, все будет нормально, и, соответственно, будем ждать восстановления рынка. Я думаю, доги себя еще тоже покажет, и 2-3 ха на нем можно будет заработать. Но сейчас лучше не торопиться с покупками. Вот, такое мое мнение, если кто хотел услышать по поводу данной монеты, можете написать в комментариях о разборах, какой монеты сделать. Кстати, по-моему, меня там по РВН просили, но я могу вкратце сейчас сказать, кто хотел, я, в принципе, могу и отдельный сделать. Но, на самом деле, я рекомендацию по ней в закрытом клубе давал, вот, вкратце сейчас сделаю. Разбор, вот, 3 месяца накопления, поэтому, как только мы восстановимся к вот этим отметкам, мы вернемся в район 16-14 центов, ну, в идеале там 18-20, то, в целом, можно ждать дальнейшего движения наверх. Но, если мы вернемся куда-то сюда, это уже будет 2,5 ха, но, в целом, когда мы сделаем перехай, это уже будет, там, 3,5, почти 4 х. Вот, если кто хочет докупиться, лучше подождать, пока, ну, опять же-таки, тоже восстановится, потому что сейчас мы валимся. Вот, поэтому такие дела, всем удачи, всем пока, и можете в комментах написать, какую монетку разобрать, ссылки на Binance, на 10% скидка от комиссии, там, и так далее. И в плане регистрации в закрытый клуб вступления тоже все ссылки есть. Вот, всем удачи, всем пока. Честный и прозрачный проект, где можно делать до 9% прибыли в день на стабильной основе, это был eth.io. Ссылка на проект в описании под роликом. Продолжение следует...